МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть я, находясь на ханкале, пытками и прочее, меня от смерти, от пыток, спас военный врач. Он меня лечил каждый день. Он был в Украине, полковник, ему полгода до пенсии. Он меня ежедневно лечил, и первые пять дней я вообще ничего не мог есть, не пить. Он меня, то есть есть, он меня кормил сладким чаем, чтобы я с голоду просто там загнулся. Каждый день. Понимаете? Людей всегда и везде можно встретить. Проблема в том, что эти люди молчат. Они не хотят, скажем так, связываться, пытаться что-то объяснить. Они в меньшинстве. А молчать нельзя. Не нужно молчать. В России очень много людей, которые понимают, что происходит. У них нет никакой ни национальной, ни религиозной ненависти. Они оценят людей персонально. Я не хочу говорить, что все люди такие. Не все такие. И никогда не будут одинаковыми. Но эти люди не лезут в это. Не считают это очень грязно. Не хотят пачкаться. А ну не лезьте в политику. Ну по крайней мере нельзя об этом молчать. Об этом надо говорить, что вражда со всем миром это вражда наша, а не политика. Политика ничего не теряет. Откуда мог взяться этот конфликт? Потому что конфликт, который произошел между Российской Федерацией, возглавляемой уже тогда Ельциным, и Чеченой Ингушской ССР, и уже Чеченской Республикой 4, потому что она уже до прихода Ельцина успела провозгласить свою независимость и стала независимой республикой, которая, собственно, имела те же самые права, что и Литва, и Грузия, и любые другие республики. Но почему-то Российская Федерация решила сделать исключение. В чем там корень? Оттуда все растет. Правда, с этого уже момента. Все беды. Ну понятно, что еще 300 лет войны перед этим с Россией. Мы это не скидываем никуда. Потом депортация. Потом депортация и так далее. Ну я понимаю это все, но тем не менее, когда мы жили вот в этом СССР, все-таки не было ощущения, что чеченцы враги для советского человека. Ну не было такого вот, может быть, кто-то конкретно, отдельно кто-то там ненавидел евреев, ненавидел чеченцев, ненавидел грузин или там армяны. Все что угодно могло быть. Кто-то не говорил русских. Но это единичный случай. Но если брать как бы в целом, не было состояния, чтобы вот в обществе, скажем, в Москве или в Ярославле или в Ленинграде было бы античеченское настроение. Но я вот клянусь, что этого не было. Это абсолютно точно. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась вот эта напряженная ненависть, которая, она как бы выросла. И вот расскажите, когда это случился переход в сознание ментально? Среди людей, обычных людей, не было античеченских настроений, как чеченцы, вроде враги, такого не было. Я служил в советской армии. И мы, вот особенно с Кавказа, русские, казаки, калмыки, грузины, чеченцы, мы как-то вместе держались. Не дедовщина в таком плане у нас не было такого, что пришел молодой, его все гнобыли, такого мы не допускали. Просто мы своих, вот старослужащим, мы своих не позволяли обижать. Дедам. Этого не было, деления на такого. Любой, даже во время войны, многие местные русские, особенно в Первую войну, участвовали в войне против России, вместе с нами, и гибли, и погибали. Это совершенно не тот уровень, я бы сказал. Хотя проблема Чечни для России, или вернее, России для Чечни, поскольку не Чечня пришла в Россию, а Россия пришла в Чечню, она началась еще при Петре Первом. После того, как чеченцы сумели разгромить крымско-турецкое войско в 1735 году, Россия увидела шанс, поскольку именно Крым был проблемой для России, прийти на Кавказ, на Северный Кавказ. А тут появились неуживчивые чеченцы, которые вообще не привыкли признаваться каких-то аристократов, власть какую-нибудь, у них власть была такая военная демократия, так называемая, избирательный орган, который собирается в определенное время, решает вопросы, и эти решения обязательно. То есть, мы говорим, они говорят, там была кровная месть и так далее, и так далее. Кровная месть существовала во всем мире, в принципе, среди всех народов. Она до сих пор существует и в некоторых местах, например, на Корсике, в стране басков и так далее. Но в то же время, за самые тяжелые преступления так называемый национальный суд в Чечне никогда не приговаривал к смертной казни. Самое страшное наказание было изгнание. Вот тогда, то есть, к приходу России, это 17-й век, в Чечне не было смертной казни. Кровная месть это персональная, но судебно никто не приговаривал никого к смести. Вот в чем разница была. С другой стороны, на Северном Кавказе у нас вообще у народов Северного Кавказа нет культурного кода иметь вражду на национальную или религиозную почву, потому что это огромное количество народов на этом регионе. Там очень много разных конфессий и шииты, и суниты, и буддисты, и христиане, и мусульмане, и язычники были вплоть до 19-го века. И никто на религиозной почве никого никогда не резал. Только Россия решила, что мы будем резать друг друга почему-то, а мы тысячелетиями жили, и никто никого не резал до прихода России. То есть не было такого межнационального вражды этих проблем, пока Россия не начала внедрять эту систему разделяя и власть. И да, говорят, вот Джохар захватил власть, он объявил суверенитет, он не объявлял суверенитет, он вообще ни при чём был, суверенитет объявил общенациональный конгресс чеченского народа, парламент Чеченской республики. Джохар был просто, конгресс его пригласил и сказал, ты будешь возглавлять этот конгресс, и у него выбора не было просто. Суверенитет объявил парламент Чеченской республики, со всеми юридическими процедурами. После того, как Завгаев, бывший первый секретарь обкома, поддержал ГКЧП в России, тогда парламент возмутился этим, народ вышел на митинги и сказал, нет, раз мы зависим от любых сумасбродств центральной власти, то есть мы этого не хотим. И провели процедуру по всем, то есть юридически придраться было не к чему, абсолютно. Поскольку потом, когда Ельцин пришел, он тоже подтвердил это, берите суверенитет столько, сколько вы сможете там понести. Мы взяли, и когда говорят там бандитизм, ну, чеченцы, они такие довольно индифферентные к власти люди, то есть они как-то особо власть никогда не защищают ее, не любят, не ненавидят, они как-то пытаются сами жить, выживать. Исторически так сложилось, потому что ни советская власть, ни царская власть, особо дела не было до чеченцев, кроме как захватить эту страну, потом выживайте, как хотите, особо никто никогда не стремился. То есть в 80-х, 70-х годах в промышленном комплексе Грозного, а это был очень крупнейший промышленный центр Советского Союза, самый низкий процент работающих в этом комплексе были чеченцы. То есть чеченцам был абсолютно закрыт доступ в некоторой сфере работы. Огромное количество чеченцев ежегодно вынуждено было выезжать на заработки в Центральную Россию. Все лето строить там коровники, фермы и так далее, возвращаться, жить на эти деньги. То есть в 20-м веке чеченцы в горах жили за счет натурального хозяйства, земледелья, скотоводства. Понимаете, в чем разница была? А когда в 1957 году, когда чеченцы вернулись домой, в Грозном был устроен митинг с требованием запретить чеченцам проживание в Грозном и объявить Грозный городом союзного значения вне чеченской ингушской АССР. Это город, который был построен на месте, там где-то 19 селений сожгли, чтобы построить эту крепость, вокруг этой крепости сожгли, ну, в XIX веке. И вот когда мы объявили суверенитет, они начали думать. Свободная Чечня, имея общую границу с Грузией, а мы с Грузией исторически всегда были союзниками, всегда, то есть веками, если обглянуться, мы всегда в союзе Грузии воевали против общих врагов, против врагов Грузии воевали, мы всегда приходили на помощь. У нас не было никогда проблем с Грузией, как было в Грузии, например, с аварским ханством. Мы никогда не устраивали набегов на Грузию, мы, наоборот, приходили на помощь. Потому что наше огромное, наше очень крупное чеченское общество, кистины и бацбийцы, веками проживали в Грузии, проблем с этим никогда не было. То есть они культурно, культурно наиболее близкие нам народу, на Кавказе. Имея общую границу с Грузией, свободная Чечня могла получить шанс стать нормальным государством и этим самым стать, соблазнить другие Кавказские республики, пойти по чеченскому пути. А этого Россия не могла допустить хотя бы просто потому, что эти земли, она никогда не считала Россией. Власть, обычная власть, она считала эти земли завоеванной территорией, соединенной. Когда земля считается российской, ее там не вырезают целые этносы. И не заселяют эти земли, насильно перегоняемые из внутренней губернии России, крестьяне, объявляя казаками. Такого не бывает, когда это твоя территория. Вы в своей территории такого не делали. То есть, когда территория твоя, твоя страна, ты свой народ не переселяешь, не выселяешь куда-то в Среднюю Азию, просто вымирать. Если повезет вымирать, если не повезет, ну кто-то выживет, ассимилируется. Такого тоже не бывает. Если так подумать. Поэтому началась эта истерия, хотя, опять же, я говорю, что я тогда не был неполитически ангажирован, а вообще политичный молодой человек, который работал в литературной газете. У меня вообще проблемы... Мои проблемы были чисто культурного свойства. Литература, культура, театр. Об этом писал. Я был очень молод, я даже юн, и меня как-то не интересовала политика. Но, тем не менее, я жил в моей сфере, я все-таки вращался среди журналистов, среди прессы. Хотя такого варианта, который предлагал Жахар Россия, было наиболее подходящим для России. То есть, он не предлагал полное, он говорил, денежные единицы, общая денежная зона, экономическая зона, общие вооруженные силы, все это будет общее. Единственное, что он требовал, политическое независимость. То есть, он не хотел зависеть от сумасбродства российских правителей. Получилось, что вот эта ненависть чеченцам в русских людях, которая возникла вдруг в конце 90-х годов, она была искусственно создана. И вопрос же ведь сейчас именно к русским, мы ведь обращаемся к русским сейчас, чтобы они подумали вообще, что происходит. То есть, они попали в ловушку вот этой ненависти, и теперь эта ненависть их не отпускает. Теперь до них образ чеченца, это образ страшного врага. В лучшем случае, если этот чеченец их не тронет и обойдет стороной, то слава тебе Господи. А так, если встретиться с чеченцем, ну все, это какой-то боевик, или какой-то бандит, или же боец. И вообще лучше, чур-чур-чур, меня только с чеченцами не сталкиваться. Это то, что произошло за последние 20 лет, да. Из нормального общего представления всех нормальных воспринимали. Но не было никогда в России, в Советском Союзе никогда не было, что вот такая рознь была. То есть, люди должны задуматься вообще, что с ними сделали сейчас. И в чем смысл этого, зачем им это нужно, жить в таком страхе теперь. Они же правда реально тебя боятся. Они реально боятся чеченцев, индивидуально боятся чеченцев, да. То есть, Россия убила 300 тысяч человек в стране. Но завоеватели, как всегда, боятся теперь индивидуально чеченцев. Они должны задуматься, что у них произошло, какая аберрация сознания происходит. Что они добились. Вот к чему мы пришли, к какому результату, даже если встать на их позицию. На которую я встать лично не могу никогда, но тем не менее, я пытаюсь с ними разговаривать и понять, что они сейчас думают, зачем им это надо. В 50-х, 60-х, ну те, которые после упразднения Чечено-Ингушской ассе, после выселения народов, которые привозили Чеченскую республику, как бы поддерживать экономику, надо было. Потому что в годы войны единственный завод, который поставлял авиационное масло, нужное, это был Грозницкий, нефтепрорабатывающий завод. Вообще, в Советском Союзе больше негде было это масло делать. Вот это поколение реально ненавидело чеченцев. Но потом родилось новое поколение, которое ходило с чеченскими детьми в садики, в школы. Они начали видеть в чеченцах людей. Никаких-то зверей. Вот был случай, например, мой дед, он был арабистом, ученым арабистом. Он в Казахстане умер. Когда они прибыли в Казахстан, их встретили казахи, вооруженные кто чем, лопаты, вилы и прочие, и начали что-то говорить по-казахски. Они ничего не понимают. Дед заговорил по-арабски. Из казахов, среди казахов вышел один старик, заговорил с ним по-арабски. О классическом арабском. Оказывается, им сказали НКВДшники, что эти убийцы, людоеды, они будут вас убивать, резать. С ними надо быть очень осторожными и агрессивными. И они предупреждали, если вы нас будете бить, мы будем защищаться. По-казахски. Когда по-арабски они поговорили, казах повернулся к своим и что-то на казахском сказал. И всех, кто прибыл с дедом, всех по домам распределили. И ни один из них от голода не умер. Вот из этой партии, из этого вагона. Вот случай. Это реальный случай. Понимаете, вот это проблема в том, что когда, вот как работала система Геббельса. 40% правды, 60% лжи. Вот какие-то чеченские преступные группировки работали, там, в Питере, в Москве. Ну, сколько их было? И славянских, и российских, и украинских, и со всех союзов. Вот взяли чеченскую группу. Процентным отношением даже, может, меньше 1% их было среди других. Вот взяли, да, эта группа есть, эта группировка есть. Это правда. Но остальные 60% лжи. И люди верят. Вот годы войны работала радиостанция, где-то в Чехии, по-моему. Все были убеждены, что это сопротивление. А это была радиостанция, которую запустил Геббельс. По схеме 40% правды, 60% лжи. То есть все годы, все вот союзники думали, что это сопротивление передает информацию, правдивую информацию с оккупированной территории. То есть это ничего нового не изобретено. Просто вот берут один... У нас, у чеченца, есть такая поговорка, что светлое и чистое, оно незаметно. Вот черное и грязное, оно не может молчать. Оно ярко усвечивает себя. Даже если оно в меньшинстве. Эта истерия началась тогда, когда они поняли, что у нас появился за последние 400 лет реальный шанс стать нормальным государством. А на фоне того, что происходило в России, и Грузии, и Чечня, ставшие нормальным государством, это был бы упрек и плевок в лицо России. Люди подумали бы, прежде чем оставаться в составе России, а что нам? А может, нам тоже использовать шанс? Они этого не могли допустить, потому что завоеванная земля, как у них говорят вот эти диванные вояки, патриоты, мол, наши деды там кровью поливали. Ну и наши тоже поливали. Я родилась в Тбилиси и прожила там до 95-го года. Собственно, всю войну я там прожила с грузинским народом. И все эти страшные годы, когда нам устроили блокаду и войну, то есть тогда мы вообще не понимали, как это возможно. Из такого рая, которым был Тбилиси, мы все просто были влюблены и счастливы в этом городе. И совершенно не помышляли ни о какой России. Нам было очень хорошо всем. В моей семье я в третьем поколении тбилисский житель. И мы просто, ну я была влюблена в этот город. И вдруг, когда с нами такое сделали, да, ну то есть сначала Грузия боролась за независимость, был звезд Гамсахурдия, такая личность, да, такой аристократ, эстет. И прогрессивная часть, которая всегда знала, что Грузия оккупирована в России, а не какие там сказки, что там она присоединилась, добровольно и так далее. Это всегда в семьях знали, да, кто хотел знать. И, то есть, когда я уже в 95-м, после этих всех страшных лет наших, уехала в Питер жить, я поняла, что меня никто не понимает, что я описываю, что я хочу сказать, как страшно это все пережить, и что нас вообще-то кинули, по большому счету. Что говорили, что там русских обижают, и так далее, но нас больше обидела Россия и Москва, потому что нас перекрыли, нам устроили блокаду, мы голодали, умирали, потом была эта война чудовищная, какую провокацию устроили против Гамсахурдия и так далее. И вот сейчас, спустя 30 лет, когда я пытаюсь, то есть до меня сейчас только доходит, почему в России меня не понимал никто. Только сейчас до меня начинает доходить. То есть я все эти годы была в каком-то, ну, в недоумении. Почему? Я же объясняю, я же рассказываю. На русском языке я русская, да? А меня никто не понимает. И когда я вот сейчас написала, что я собираюсь снимать фильм о том времени, о звяде Гамсахурдия, с точки зрения русской девочки, которая все это приняла и принимала перемены, и мне это очень нравилось, и мне устроили вместе с моим грузинским народом ужас, массакр, войну. И знаете, кто ко мне первый пришел? Они не слышат, что я говорю о трагедии. Они слышат, что я сейчас буду воспевать Гамсахурдия, и ко мне пришел диссидент. И говорит, а ты не хочешь про его предательство? То есть, понимаете, что происходит? Эти люди не слышат, что я хочу сказать, какую трагедию мы прошли. Им все равно. Они настаивают на том, что когда-то у них были с Гамсахурдией вот эти истории. И все, они поставили на этом точку, и тема закрыта, ты не смеешь об этом даже говорить. Понимаете, в чем дело? То же самое я наблюдаю по отношению к Чечне. Они никто не собираются открывать эту тему. То есть, мы об этом говорим, а сейчас у нас все такая волна очернения. Кто мы такие? Почему мы вылезли? Наверное, мы какие-то там засланы. Почему вообще мы эту тему поднимаем? Вот что вы думаете? Почему они так себя ведут? Даже просвещенные люди, диссиденты, которые пострадали. Дело в том, что в России это не явление 20-го или 21-го века. Это, можно сказать, всегда было так. Российские либералы очень избирательно действуют. Те же декабристы по отношению к Афтазу предлагали, например, Муравьев предлагал вырезать всех чеченцев полностью. Полностью всех. Женщин, детей и так далее. То есть, это либерал, который декабрист. Это его работа, она написана, она в архивах есть. То есть, они очень избирательно, они не дают права на существование всем, кто не похож на них. То есть, не думают, как они, не ходят, как они, не едят, как они, не говорят, как они. То есть, не просто похожи. Мы-то похожи, все люди похожи. У всех две руки, две ноги. И ничего более лишнего нету. Никого. Я не видел никого двухголовых там, или с тремя глазами. Ни одноглазых тоже. Тем не менее, вот это избирательный либерализм, те единственные, человек, который вообще понял, что такое Чечня, я преклоняюсь перед его величием, это Толстой. Хотя он воевал. Он воевал против чеченцов, а когда он понял, именно Чечня сделала из Толстого пацифиста. Того Толстого, которого мы знаем. Не православие, не ислам, не буддизм, а именно Чечня, вот то, что происходило в Чечне в то время. Поэтому все, что говорят их либералы, это, например, возьмем Ходорковского. Человек позиционирует себя либералом, антипунктизистом. Но это его слова, я сам слышал. Я пойду с автоматом воевать в Чечню. Возьмем Навального. Вроде бы либерал, выступает против Путина, говорит о коррупции, а его лозунг «Хватит кормить Кавказ». Ну, так не кормите. Ваш никто не приглашал на Кавказ. Вы пришли с оружием, вы вырезали целые этносы. Не кормите. Ну, пожалуйста. Единственное, что мы хотим, оставьте нас в покое. Единственное, чего мы хотели, единственное, одно единственное, это не быть политической, политической, скажем так, политическим спутником России. Мы не хотели быть в России политически. Мы не хотели зависеть от сумасбродства ее правителя. А в России так было всегда. Все кому-то друг другу принадлежали. То есть, крестьяне принадлежали боярам, там, или аристократам. Аристократы – царям, а царь принадлежал своим фаворитам или гвардейцам. То есть, истории русских царей, которые убиты именно с подвижниками и прочими претендентами, это показывает. Там никто никогда не был свободен. В принципе. А тут появляются какие-то люди под боком России, которые вообще никогда не знали, что такое царь. И при этом жили прекрасно. Есть такая работа Бобровского, там про Северный Кавказ говорится, что как Шамиль, имам Шамиль, и многие после этого, когда их уже арестовали, когда они уже сдались, начали говорить о чеченцах, мол, они были бандиты, жили за счет бандитизма. И он приводит другие факты. Он говорит, все данные археологические, культурные исследователи говорят, что главная статья экономики – это животноводство и земледелие. То есть Чечня, там земля очень плодородная, она поставляла хлеб всем, всему Кавказу, и даже на Ближний Восток, Турцию могла поставлять. А тут получается, что как может народ, целый народ жить за счет набеговой экономики? Мы же не кочевники, что-то мы, мы же не эти, как это, Чингисхана, орда, который живет, только всем народом идет, куда-то набег совершает, захватывает, потом дальше идет, там все съедает и дальше идет. Мы же там веками жили, тысячелетиями, судя по археологическому данному, лет 6 тысяч лет там и жили. И ни у каких соседних народов к нам не было претензий. Просто вот этот либерализм, он всегда избирательным был. И все, что касается других людей, других народов, их вообще, им никогда не давалось право быть людьми. Ведь мы понимаем, что политик, это в принципе функция от мнения народа. Если бы весь народ, или большая часть народа российского думала иначе, никакой Навальный никогда бы не сказал таких слов. Я не думаю, что сам Навальный лично испытывает какую-то ненависть к кавказскому народу. Ровно так же, как он не испытывает ненависть к украинскому народу или еще какому-нибудь. Он просто выполняет ту функцию, которую ему необходимо сделать для того, чтобы захватить власть. Ну, и прийти к власти, или победить Путина. Ради бога, да. Мы даже понимаем, что в принципе даже такой шаг все равно это будет шаг вперед. Но проблема не в самом Навальном. Хотя, конечно, если бы он был ответственным политиком, он не мог бы такое произнести. Но он человек не ответственный политик. Он политик-популист, который идет по пути того, что требует народ. Окей. Но проблема же все-таки с народом. Если что, почему русский народ, ну, вопрос, почему смешной, но тем не менее, русский народ не может понять одну простую вещь, что натравливая его на другие народы, политики, политиканы, власть этим самым пытается сохраниться у власти. То есть, это же самый простой способ все время создавать конфликт, все время создавать ощущение, что вокруг враги. И русские с такой легкостью соглашаются с этим. И это вот зараза, она ведь ширится и ширится. Ведь усиливается с каждым днем ненависть, да. Посмотрите, что происходит на этом российском телевидении. Там ведь не прекращается вот эта пятиминутка ненависти, да, как у Орла. Она все время, все время, каждый, все время подливает и подливает это масло. Только бы создать вот эту неприязнь. Что мы можем сделать, вот что мы можем сделать, как люди, которые не согласны, что вы думаете, как надо найти, какие надо найти слова к русским, чтобы они одумались, остановились, опомнились с тем, что происходит. Ведь они же сначала не понимают, что все беды идут с 94-го года, с той новогодней ночи, когда все было уже за них решено. И они также не понимают теперь, что пока они не скажут тому же Навальному нет, нет. Мы братья, мы нормальные люди, мы хотим жить со всеми в мире. Наши проблемы с коррупцией, наши проблемы с генералами и начальниками, которые там все украли, это наши проблемы, да, решаем эти проблемы. Но зачем нам эта вражда с народами, нам она не нужна. Это же лишнее, абсолютно пустое место, как они не могут понять, вот что мы, какие найти слова, я не могу найти слова. Просто люди, которые это понимают и неравнодушные люди, они не должны молчать ни в коем случае, не должны следовать моде. Модные Навальные, а если я скажу, что Навальный не прав, это люди воспримут негативно. Нет, не воспримут. Если в чем-то не прав, это надо говорить. Кто заставлял Ходорковского говорить, что он пойдет с автоматом в армию, он вообще был в Европе, его никто ни о чем не спрашивал, кто его заставлял. И я знаю, что такое война. Понимаете? Я знаю, что Ходорковский не воин. В любом случае, я уверен в этом. Понимаете? Вот в чем разница. Когда люди должны понять, что вражда во время вражды гибнут, не дети политиков, не политики гибнут, а простые люди, обычные люди, которых они забирают и посылают, даже не зная, куда идут и зачем идут. Я встречал, например, контрактника российского, и он говорит, ты знаешь, он даже не знает, он, я журналист, я его спрашиваю, он говорит, ты знаешь, тех денег, которые я здесь получаю, я никогда в жизни на гражданке не получил, а мне надо кормить жену, алименты платить, детей воспитывать, мне просто нечего было делать, некуда было идти, кроме как здесь. Я знаю точно одну вещь, я почему-то этому солдату верил, он говорит, я никогда первым не начну стрелять ни в кого, никогда первым не открою стрельбу, если меня будут стрелять, будут защищаться. Другой офицер российский, он говорит, я не знаю, будешь ли ты стрелять меня или нет, но я точно не буду стрелять в вас. Я обычно говорю, когда говорят, что вы хотели сказать своей книгой, мемуару, я говорю, я хотел сказать, что даже в аду можно встретить людей. то есть я находясь на ханкале под пытками и прочее, меня от смерти, от пыток спас военный врач. Он меня лечил каждый день. Он был в Украине, полковник, ему полгода до пенсии. Он меня ежедневно лечил, и первые пять дней я вообще ничего не мог есть, не пить, он меня то есть есть, он меня кормил сладким чаем, чтобы я с голоду просто не загнулся. Каждый день. Понимаете? Людей всегда и везде можно встретить. Проблема в том, что эти люди молчат, они не хотят связываться, пытаться что-то объяснить, они в меньшинстве. А молчать нельзя, не нужно молчать. В России очень много людей, которые понимают, что происходит. У них нет никакой ни национальной, ни религиозной ненависти. Они оценят людей персонально. Я не хочу говорить, что все люди такие, не все такие, и никогда не будут одинаковыми. Но эти люди не лезут в это, не считают это очень грязно, не хотят пачкаться. Не лезьте в политику, по крайней мере, нельзя об этом молчать. Об этом надо говорить, что вражда со всем миром это вражда наша, а не политиков. Политика ничего не теряет. Добавил субтитры Продолжение следует...